Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня у нас премьера. Первый раз выходит новая передача Пульвар ТВ. Мы находимся сейчас на улице Арсенальной в прекрасном ресторане Золотая рыбка. И, естественно, поэтому, что первым собеседником новой передачи Пульвар ТВ стала Золотая рыбка украинской поэзии, выдающийся украинский поэт Юрий Рыбчинский. Я с большим удовольствием хотел бы задать вам первый вопрос, который, наверное, касался бы вот чего. Говорят, что поэты – люди не от мира сего, сумасшедшие иногда, иногда страдающие какими-то психическими заболеваниями. Скажите, как вы себя чувствуете в этом плане? Ну, у меня своя теория в данном случае. Она расходится со многими теориями. Я считаю, что в принципе талант человека, любой талант, не только поэтически, это свидетельство здоровья. И если у человека нет никаких талантов, это как раз и есть свидетельство некой болезни. Потому что Господь сотворил нас по образу и подобию своему. И если в нас сохраняется генный код, который идет от Адама, то мы и должны быть талантливыми. Другое дело, что бывает зашкаливание то, что мы называем гений. Вот гений, так сказать, возможно, в силу концентрации, так сказать, огромного количества таланта в человеке, иногда кажется, нет мира сего, как Леонардо да Винчи, например, или как Достоевский. А в принципе талант, я считаю, это свидетельство здоровья. — Илья Евгеньевич, на каждого человека накладывает отпечаток его детства. Вы как-то рассказывали о своих детских годах, о подольских двориках, в которых вы росли. Что это была за атмосфера? Вы можете рассказать немножко подробнее? — Ну, я думаю, что атмосфера подольских двориков была примерно такая же после войны, как и во всех дворах Киева, потому что это послевоенные годы были. — Это были коммунальные квартиры? — Ну, во-первых, жили тогда дворами. Очень долго жили дворами. Было понятие двор. Двор — это, значит, все мальчишки, девчонки одного возраста каждый день собирались во дворе и играли в какие-то игры. Была масса игр разных. Ну, естественно, после войны играли очень долго в войну. Казаки-разбойники, квач, лапта, цурки-палки. Огромное количество игр было. И атмосфера была необыкновенная в том отношении, что люди были очень добрые, несмотря на довольно сложное время, потому что не висела над ними уже эта угроза военных лет, угроза быть уничтоженным до гибели. И настолько радовались даже голодному миру, а он сытым не был, естественно, что этот праздник был почти каждый день. Во всяком случае, для нас, для мальчишек и девчонок, масса было всякого в детстве. Ну, делали змеи, все делали сами. Игрушек не было, например. Игрушки делали сами. Вырезали автоматы, пистолеты, делали воздушные змеи, запускали с горок щековицы, с хоревицы, с разных горок запускали воздушные змеи. Играли, там, скажем, очень популярна была игра в жмурки. Все любили прятаться. Во время войны настолько, так сказать, привыкли прятаться от бомбежек, от немцев и от прочего-прочего, что после войны это детям тоже передалось. Мы с удовольствием прятались друг от друга и довольно долго уже были взрослыми и все равно играли в эту игру. Играли в карты, играли в шашки. Деньги играли в карты. Да, и причем рядом был жительный рынок. Я, как сейчас помню, сидел такой однорукий человек, инвалид, бочка перед ним стояла. И он играл в шашки. При одном условии, так сказать, начинал с копеечки. Каждая игра, так сказать, если ты хочешь играть дальше, так сказать, ставка удваивалась. Ну, поскольку есть такой закон, что кто проиграет, ему обязательно хочется отыграться, то в конце концов оказывалось, что люди проигрывали и ругали, и два, и три, так сказать. Он блестяще играл в шашки, выигрывал деньги. Ну, мы не играли, так сказать, я не помню, что мы во дворе играли на деньги. Ну, у нас много шашистов жило просто во дворе. Это было как... Ну, играли в футбол, естественно. Играли двор на двор, футбол. Потом улица на улице. Район встречался с районом. Драк не было улицы на улице? Были, были драки. Это было естественное... Теперь это называется разборки, да? Это, естественно, были разборки на Подоле, естественно, хулиганский район, так сказать. Вам приходилось участвовать в драках? Ну, таких уличных нет. В дворовых драках, да, я участвовал. Из-за чего вы дрались, в основном? Из-за чего вы дрались? Ну, обида какая-то, так сказать. Я был рыжий, так сказать. И если свои называли меня рыжий, то это было нормально. Я знал, что они не дразнятся, просто они меня так называют. А если другие называли, все важно было, какая интонация. Кричали рыжий, рыжий там. Вот. Я, естественно, обидчика старался отлупить. У вас не породило это никаких комплексов, когда вас называли рыжим? С презрением, может быть? Нет. Я, так сказать, не комплексовал в отношении того, что я, так сказать, рыжий. Мне нравилось, что я цветом волос выделяюсь среди других. То есть вам уже тогда нравилось выделяться? Да. Ну, я думаю, что это всем нравится, так сказать, быть непохожим на других. Меня смущали такую веснушку. У меня всего лицо было в веснушках, а на теле веснушек не было. Я мечтал, так сказать, даже иногда молился перед сном, чтобы Господь, так сказать, все веснушки спрятал под рубаху. И, наверное, так сказать, был услышан. И в каком-то возрасте, так сказать, у меня с лица ушли сами веснушки. Зато все тело у меня теперь в веснянках, да, як украинскую мову. Илья Евгеньевич, ну, коль мы коснулись темы коммунальных квартир, вы, наверное, помните, у Иосифа Кобзона есть песня «Плачу, плачу» по квартире коммунальной. Да, это было на стихи Евтушенко. Да, как по бабке повивальной. Да. Все-таки вот осталась какая-то у вас ностальгия, приятные воспоминания, связанные с коммунальными квартирами? Или можно вспомнить и очереди длинные в туалет, и то, как сыпали соседи друг другу перец в компот? Нет, у нас жили, во-первых, жили очень дружно. Значит, только на ночь ворота, так сказать, крепости, двора закрывались, чтобы чужой не вошел. А в течение дня вообще двери во дворе, вот представьте, двор – это огромная территория, там, скажем, 40 квартир. Днем мы заходили друг к другу, двери везде были открыты. Никто не закрывал двери, воровства не было. Ну, нечего было воровать, наверное, еще. Нечего было воровать. Ну, почему-то, сказать, по тем временам, сказать, ходили голодные, скажем, люди, я помню, после войны, и просили, чтобы лошпайки от картофеля не выбрасывали, отдавали им, потому что они из-за этого какие-то там супы делали, прочее-прочее, сказать. Вот, зимой когда-то пришел человек, я сейчас помню, я был мальчиком маленьким, вот, шел снег, был морозом, у него не было шапки. Я ему отдал шапку своего отца, мама с ужасом боялась, что придет вечером отец, спросит, где шапка, так сказать, и меня будет ругать. Вот, пришел отец, я ему сам честно признался, говорю, папа, я убил. Он сказал, ну, хорошо. Хорошо, жалко, говорит, шапку, но, говорит, ну, ну, ты правильно поступил. Илья Евгеньевич, у вас было детское прозвище? Ну, было несколько, так сказать, так, кличек или прозвищ, ну, первый рыжий, это естественно было, а второй меня называли по фамилии, называли рыбой. Ну, всех моих, меня и моих двоюродных братьев нас называли рыбами. Я думаю, что вы, наверное, не хотели стать поэтом, или у вас было такое желание? Почему не хотел? Когда вы впервые ощутили себе желание писать стихи? Ну, вначале, конечно, мне, так сказать, в голову такое даже не приходило, потому что у нас в семье, так сказать, поколение в поколение передается любовь к живописи. Все очень рано начинают рисовать, где-то с пяти лет, и я тоже рисовал, и братья рисовали. Вот, и я думал, что я, так сказать, буду художником. Вот, потом на каком-то этапе мне страшно нравилось выступать. Меня маленького ставили там на табуретку, так сказать, я знал огромное количество стихов, потому что я был сладкоежкой, и мама, чтобы развить память, так сказать, использовала это, она говорила, хочешь варенье, вот выучи стихотворение, почти как бы там, да. И я огромное количество стихов знал, и как только гости приходили, меня ставили на табуретку, я эти стихи читал, там, Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Шевченко, разные. И уже, так сказать, мне нравилось выступать. А где-то в классе, наверное, после восьмого, вот когда, так сказать, первая такая школьная влюбленность появилась, я начал писать стихи. До этого я вообще считал, что кто их читает в библиотеке? Ну, разве только те, которые, так сказать, как я, продаются за варенье. Вот, и я начал писать. Вначале это были пародии на учителей, я за это имел массу неприятностей, потому что, так сказать, юмор не все учителя понимали. Вот, они считали, что, так сказать, насмешка. Вот, я понял, насколько слово может быть обидным для кого-то, так сказать, задеть за живое. А потом я показал эти стихи учительнице по литературе. Ну, вот, первые стихи. И она сказала, что поэтам надо родиться. Вот, журналистом, может быть, ты станешь, ты хорошо сочинения пишешь, там, рассказы интересные придумываешь, там, я фантастические рассказы писал. А вот поэтам надо родиться. Это меня страшно обидело, потому что все, что в моей жизни происходило, всегда было не благодаря, а вопреки. Мне нужно было, чтобы кто-то поставил красный свет, и тогда у меня появилось желание эту улицу перейти. Я тогда, так сказать, все отбросил, перестал меньше рисовать, так сказать, влекаться. Я начал читать стихи и анализировать, почему там Грибоедов родился, Пушкин родился, Маяковский родился, а я не родился. Что ж там такого есть? Вот, и начал как-то так сам своим детским умом до каких-то вещей доходить, что хорошо, что плохо. Я буду очень долго барахтываться бы в этом, но мне повезло, поскольку я занимался в театральной студии, меня познакомили с Лесим Танюком, который был на много лет меня старше, учился тогда в театральном институте и писал стихи. То есть он понимал в том деле, которым я увлекался. И вот я получил первого, как говорится, в жизни учителя, которым я доверял, он для меня был авторитет, и он со мной прошел, я, вернее, с ним, я прошел какой-то период гораздо быстрее. В этом возрасте очень важно понять, что плохо, от чего уйти. И очень рано, так сказать, уже начал печататься. Ощущение знаменитости, вот когда вы стали знаменитым, как это чувствовалось вами, вы можете припомнить? Впервые, впервые это было, наверное, когда мне было лет 18, я был студентом. Приехал замечательно, тогда был чтец, популяризатор поэзии Вячеслав Сомов. В другое время было, на поэзию ходили, как сейчас ходят на эстрадные концерты, а тем более он читал зарубежную поэзию. Французов, испанцев, турков, американцев. То есть в то время, закрытое время, благодаря поэзии, благодаря его мастерству, открывался закрытый железным занавесом мир. Огдон Нэш, Элюар, Гарселорка. И на него ходили полные аншлаги были. Филармония, он замечательный был. Он играл стихи, не просто читал. Было много чтецов, а он играл, блестяще играл. И вот я ему тогда мальчишкой, меня познакомила с ним журналистка, такая была замечательная журналистка, муза Гараева. Я ему принес стихи, песни русских женщин и испанскую балладу. И вот он первую программу русскую сделал, называлась «Женщина и поэзия». И была афиша, мне 18 лет на афише, там, Цветаева, Сельвинский, Пастернак, Луконин, Рыбчинский. Когда я впервые увидел в этом возрасте свою фамилию с такими фамилиями людей, которых я обожествлял, вот, конечно, было первое соприкосновение со славой. Но сразу же, так сказать, я понял, что это вызывает у людей, особенно тех, которые занимаются тем же, чем и я, сказать, неоднозначную оценку. Потому что очень многие письменники... Или письменники? Вот, они сразу восприняли меня, как некая, вот, сказать, опасность, понимаете. И этот шлейф, так сказать, потом долго длился. Но, тем не менее, вот, популярность, первые выступления чтецов с вашими стихами, вам это помогало решать какие-то бытовые вопросы? С вами стали знакомиться девушки на улицах? Как это происходило? Нет, ну, нет. Во-первых, я на улицах никогда с девушками не знакомился, особенно в те годы. Я был очень застенчивым. Вот. Я, если бы, так сказать, в то время попытался с кем-то познакомиться, то я настолько краснел, так сказать, застенчивости, что, так сказать, и терял дар речи, что у меня все равно бы ничего не получилось. Потом я, наверное, был довольно смешной, потому что я рыжий был, так сказать, и я это понимал. И потом мне не было, по большому счету, тогда времени заниматься девушками, потому что получалось так, что я занимался спортом. Это было пять минимум тренировок в неделю. У меня была театральная студия. Мне нужно было, кроме того, что писать еще же, читать. То есть все, я постоянно, я привык к тому, что, так сказать, я постоянно занят, так сказать, и времени не хватало. А кроме этого, так сказать, та девушка, которая мне в школьные годы нравилась, так сказать, я настолько ее стеснялся, что, так сказать, я боялся ей об этом сказать, хотя мы вместе занимались спортом, входили в сборную города, там вместе ездили на соревнования. Я ей об этом сказал через только много лет, за несколько дней до ее свадьбы. — Юрий Евгеньевич, если говорить о начале 70-х годов, когда вся страна пела ваши песни, напомните, пожалуйста, самые выдающиеся ваши песни, написанные в соавторстве с Игорем Похладом, насколько я помню, и кто их исполнял, и какие ощущения у вас это вызывало тогда? — Ну, в песню я сразу могу сказать, немножко, так сказать, и отвечая на этот вопрос, и как бы, так сказать, дополняя, я как бы пришел случайно в песню. Я не собирался, я настолько был погружен в поэзию, так сказать, и понимал, что я занимаюсь сложной поэзией, не простой поэзией, и о доступности я не думал. Я думал, что, в принципе, что моя линия, так сказать, это в сторону Пастернака, так сказать, Мандельштама, то есть я хотел усложняться, и усложняться, и усложняться. Но в компаниях, когда мы собирались студенческих, тогда было очень модно, Битлз были модны, была модна, так сказать, гитара, почти все научились играть. Я для компании, для всяких дней рождения, для всяких вечеринок, с удовольствием, с ребятами-аматорами, с которыми я учился в университете, и которые были в нашей компании, я сочинял песни всякие. Я большого, так сказать, значения этому не придавал. Но потом так получилось, что многие студенческие эти песни, там, «15 лет», «Ланка», «Холодно на улице», «Холодно на сердце», они становились популярными среди студентов. И я попадал в кого-нибудь там студенческий лагерь или на сборы, начинали петь мою песню, начинал говорить о том, что, сказать, это я написал, сказать, на меня с такой иронией смотрели, мол, завирает. Вот что-то становилось обидно. Вот, и хотелось доказать все-таки, что я могу написать еще лучше. Потому что для меня это было очень легко. А потом получилось, как все в моей судьбе, все, что планируется, не сбывается. А что не планируется, оно как-то так, вот как будто кто-то ведет. Меня познакомили на радио, на украинском, с Игорем Покладом. Он учился в консерватории, я в это время в университете. Вы были в обеснике приблизительно, да? Ну да, небольшая, так сказать, разница в возрасте, так сказать, особенно сейчас несущественно, где-то года 4 он старше. Но он был уже известный автор, он уже написал Кахану тогда, «Песня не заблудится», «Олененок», «Рыжая» – такие были популярные в то время песни. Многие исполнители популярные, «Щукин», «Огневой» исполняли его песню. И он предложил. И очень трудно давалось. Вначале очень трудно давался новый жанр. Многие считают, что, если ты блестяще пишешь стихи, очень легко написать песню. Это кажется, потому что песня – не визуальное искусство, а слуховое. И кроме этого, песня – это как дочка, которую нужно очень рано выдать замуж. Она не тебе, а ты заранее знаешь, что, так сказать, она через некоторое время, она тебе принадлежит, пока ты ее пишешь. Когда я написал, отдал певцу, и она пошла, все, она уже принадлежит людям. А раз людям она принадлежит, значит, все люди, от академика до самого простого, до дворника, будем сказать, хотя я очень люблю дворника, но я не, так сказать, просто по градации и профессии, они должны понимать, о чем идет речь. Причем с первого раза. То есть те сложности, сложные образы, метафористика, которая может быть в поэзии, ее не может быть в такой дозе, или она должна быть другая в песне. И в песне другие правила игры, другие правила. Вот нужно было эти правила изучить. Вот благодаря тому, что, так сказать, был опытный композитор, кроме этого практик, потому что у него был ансамбль Мрия, вот я, так сказать, тоже за какой-то короткий срок, так сказать, преодолевая некую сложность материала, я, как говорят, теперь врубился и начал писать первые песни. Какая вот эта больная песня родилась сразу? И первая песня популярная, которую мы написали, мы ее написали, опять так судьба сложила, что мы и служить попали в один ансамбль внутренних войск Украины. И вот там мы написали, не на свободе, как говорят, а именно в военном режиме, в ансамбле мы написали первые популярные песни. Вот первая была, мне очень хотелось, как Маяковский первый свою поэму назвал «Броско и необычно, а логично, облако в штанах», так я назвал свою первую песню, которая стала популярной, «Глаза на песке». Само название уже вызывало, сказать, некоторых усмешку, некоторых ироник, как это, глаза, так сказать, даже натуралистически представляли, что глаза, лежащие на песке. И всем хотелось, естественно, послушать, о чем же там идет речь. Ее спела тогда самая популярная певица в Советском Союзе, Тамара Мянцарова. И песня моментально стала популярной. Ее сразу взял свой репертуар и Кобзон, и Хиль, и Надя Пащенко, и Лина Прохорова. То есть сотни певцов в Советском Союзе стали ее петь. И благодаря этой песне, благодаря этой песне, я почему благодарен еще, сказать, жанру этому, я стал свободен. Мне не нужно было ходить на работу, на кого-то служить, так сказать и прочее, и прочее. Я получил возможность иметь нормальные деньги для того, чтобы заниматься только творчеством. Вот немножко я вас прерву. В те годы ведь существовал активно ВАП, правильно? Да. И тогда со всех песен, исполняемых в ресторанах и на концертах, авторам песни отчисляли какие-то деньги. Причем деньги неплохие, если песни были популярными. Да, конечно. В те годы вы были состоятельным человеком? Ну, через них не сразу, конечно. Потому что вот когда я оставил работу, я работал некоторое время на телевидении, и потом год работал в журнале строительства и архитектура. Потом, когда я оставил, для меня самое страшное было, что вот это и есть свобода. Это, знаешь, как после школы, когда каждый день тебя могут вызвать. Потом попадаешь в вуз какой-нибудь, да, и отвечаешь только на сессии. Можно дурака провалять от сессии до сессии. А тут же у меня еще семья была, так сказать, жена уже, так сказать, Женя появился маленький. Была ответственность. Поэтому я приучил себя каждый день минимум 6 часов. Работается, не работает, так сказать. Все равно заставлять себе каждый день работать. Вот так 2-3 года я ежедневно, как спортсмен, так сказать, садился, так сказать, и работал. И мы написали с поклодом, очень быстро написали много популярных песен тогда. Вы можете перестислить несколько. Значит, «Лоза на песке» — «Забудь». Потом появился украинский цикл. Мы написали «Дыки гусы», «Чаривна скрипка», «Тыха вода», «Зелен клэн». Они моментально, так сказать, потому что это было какое-то по тем временам новое слово, довольно молодежное, так сказать, не в стиле старшего поколения. И сразу аудитория, особенно молодежная, так сказать, полюбила эти песни. А кроме этого, так сказать, время было хорошее для нас. Почему? Потому что песня, она хоть не продавалась какому-то отдельному исполнителю, но тогда, так сказать, как только песня становилась популярной, любой исполнитель мог эту песню исполнять. Для авторов это было прекрасно, потому что от каждого концерта мы действительно получали свой процент, и это были очень хорошие деньги. И мы могли спокойно заниматься творчеством, не просить у государства, так сказать, поддержите нас, там и прочее. Мы сами, так сказать, зарабатывали хорошие деньги и думали только о творчестве. Я хочу напомнить, что мы сейчас находимся на улице Арсенальной, в ресторане «Золотая рыбка» и в гостях у первой передачи «Бульвар ТВ» выдающийся украинский поэт Юрий Рыбчинский. Юрий Евгеньевич, скажите, пожалуйста, для вашей жены, когда она вышла за вас замуж, вы стали золотой рыбкой? – Один знаменитый американский поэт, блестяще ответил на этот вопрос. Выйти замуж за поэта – это все равно, что поставить пятерку по поведению ветру. Я думаю, что, сказать, моя жена, так сказать, несет крест, который называется «быть женой поэта», с большим мужеством. Я как муж не подарок, вот, но мы, тем не менее, уже серебряную свадьбу отгуляли. – Я знаю, что вы поженились 1 апреля. – Да, 1 апреля. – Это расценивалось как шутка или так было задумано? – Не, ну так случилось, что мы пришли, мы хотели пожениться уже в январе месяце, а нам сказали, ну, естественно, мы хотели, чтобы это позвать родственников, знакомых, а жена из Запорожья, чтобы они приехали, чтобы это была суббота-воскресенье, а все субботы-воскресенье до мая месяца были заняты. Ну, мы сказали, что, ладно, найдите что-нибудь. Ну, они ответили, что есть один день, на который никто, все суеверные, все боятся, так сказать, праздновать свадьбу, расписываться 1 апреля. Ну, переглянулись, сказали, а мы не суеверные. И так получилось, у нас, по-моему, в этот день расписалось там пары 3-4. Вот так 1 апреля получилось. Но на свадьбу были приглашены 80 человек, пришло 40, потому что знали меня как любителя розыгрыша, и решили, что это очередная моя шутка, потому что многие вообще не могли представить меня. – В роли мужа. – В роли мужа, да. Считали, что это, так сказать, розыгрыш. – Скажите, пожалуйста, вы же писали множество песен для популярных певиц, среди которых попадалось много красивых женщин. Ну, давайте перечислим и София Ротару, и Ирина Аллегрова, и Анжелика Вару. – Ну, Мьян Царова была очень красивая женщина. – Что вы так улыбаетесь? – А? – Что вы так улыбаетесь при воспоминании? – Нет, тамара Гварцители, вообще Валя Толкунова. Я некрасивых не помню. По-моему, все певицы. Нина Матвиенко. – Так получалось, или вы сознательно писали, так получалось, или вы сознательно писали только для красивых певиц? – Я вообще не представляю себе, как мужчина может, так сказать, быть вдохновлен певицей, которая некрасивая. – Минуточку, так вас вдохновляли певицы, и вы им специально писали песни, рассчитывая на них? Или вы писали, а кто-то уже пел, как получалось? – Нет, вначале, во-первых, был ансамбль Мрия. Мы знали с покладом, что мы пишем для ансамбля Мрия. То есть, если никто не возьмет эти песни из известных певцов, то, во всяком случае, они не пропадают. Есть ансамбль Мрия, который всегда исполнит эти песни. Но если писали, то уже с прицелом на кого-то. Это было довольно индивидуально. Скажем, Лозанна Писки мы писали уже с прицелом на Мянцарову. Скажем, Дыки Гусы мы писали уже с точным прицелом, услышав впервые, как поет Нина Матвиенко. То есть, это как индивидуально сшился костюм, точно так же и песни. – Скажите, пожалуйста, красивые были певицы. – Певицы, для которых вы писали, они вас вдохновляли. А хоть мало-мальского романа с кем-нибудь из них у вас никогда не было? – Нет, никогда не было. – Почему? – Ну, я не знаю, так получилось. Во-первых, я видел на примере моих соавторов, композиторов, что получается из того, как это влияет на творчество, когда композитор или поэт, который пишет песни, когда он ограничивается одной исполнительницей, и она становится его женой. В принципе, это всегда кончалось довольно печально, потому что тут появляется ревность исполнительницы по отношению к репертуару, который отдается другим исполнительницам. А для композитора, для поэта, интересно писать для очень многих, для очень разных. Так что в этом отношении, наверное, меня Господь хранил. – Ну, кто-то из певиц наверняка нравился вам больше? – Ну, как женщина, мне нравилась Валя Толкунова, когда мы познакомились, она еще была в промежутке между двумя замужествами, она только ушла от Саульского и не пришла ко второму мужу, еще детей у нее не было. Мне нравился такой славянский тип красоты, своя собственная огромная коса, высокая грудь, статность, такая, так сказать, пышнотелость. Мне это нравилось. Ну, в принципе, мы тогда не были, мы на одних фестивалях выступали, но так близко знакомы не были. – Но я так понял, что вы певицам ничего крамольного не предлагали. А певицы вам? – Нет, не так. – Нет. Другое время было. Вообще сказать, или я был, сказать, настолько далек от этого, или я глуп был, или певицы не попадались такие, которые, так сказать, ах, чтобы в них можно было по-настоящему влюбиться, но как-то мне творчество само, сама поэзия, женщин заменяли нам дороги, я написал, да, так вот женщин во многом заменяла сама поэзия. Сам чистый лист бумаги, на котором должно вот через некоторое время появиться какое-то произведение, какой-то ребенок, он, честно признаюсь, он был дороже, чем красивая, голая женщина. – Но тем не менее, когда вы записывали песни со многими певицами, вы проводили с ним много времени. Как ваша жена к этому относилась? Она не ревновала вас к исполнительницам ваших песен? – Ну, это надо спросить, во-первых, это у моей жены надо спросить. – Но сцен не было, да? – А? – Сцен не было. – Ну, если женщина любит, она всегда ревнует. Понимаете? Вот. Наверное, ревновала. Ну, это же естественно. – Скажите, пожалуйста, есть ли у вас самая удачная песня, которую вы считаете самая удачная? Я понимаю, что вы можете сказать, что все песни дороги вам, как дети, и в каждую вы вложили часть своей души, но тем не менее. – Ну, какие-то этапные песни мне, так сказать, очень дороги. Мне очень дороги «Дыки гусы», например. Я очень люблю песню, которую я написал когда-то Смолявин, которая была этапная для вообще советской эстрады, такая первая рок-композиция «Крик птицы». Я очень люблю школьный свой цикл «Девятый класс» с Борей Монастырским, который мы написали, потому что в нем вот та любовь, та атмосфера к школьным годам, она отразилась. Я очень люблю те песни, которые написал с Геной Татарченко и «Белую ворону», и «Виват король», и «Пилигримы». Очень люблю песни, которые я написал с Игорем Демариным, и «Дом престарелых», и «Богач бедняк», и «Конвой». Ну, мне дороги и те песни, которые исполняет и «Варум», и Ира Олегрова «Последняя танго в Париже», скажем, и «Гуд бай, май лав, гуд бай» «Варум» исполняет. Ну, мне так трудно сказать, чтобы какая-то одна песня была самая дорогая. Ну, может быть, сказать, песня «Свобода», она не такая популярная, это не шлягер такой, но это песня, за которую я мог поплатиться, и она мне дорога, потому что она стала фактом биографии моей и моей страны. Потому что многие не знают, что, скажем, в преддверии событий августа 91-го года Дэви Аркадьев взял с радиостанции «Свобода», он взял у меня интервью. У меня кассета эта есть, где я предсказал все грядущие события. Распад Советского Союза, вот, уход за кулисы коммунистической партии, образование новых государств и прочее, прочее, прочее. И впервые тогда по радиостанции «Свобода» прозвучала эта песня «Свобода». Когда случились августовские события, подпольно работавшие на всю Москву «Эхо Москвы» радиостанция, каждый час на всю Москву из этих, как они называются, гучкомовцы, громкоговорителей, да, передавалось в исполнение Тамары Гварцетеля «Песня «Свобода». Если бы события закончились иначе, то, конечно, «Песня «Свобода»» осталась бы со мной, но я бы свободы лишился. И когда я встретился с двумя людьми, вот я вам расскажу, которые я ожидал совершенно другого ответа, у Миши Жванецкого было 60-летие. Я приехал его поздравить, написал ему стихи поздравительные, и Миша сказал, ты никогда не угадаешь, какую песню из твоих я больше всего люблю. Ну, я начал называть там «Белая ворона», «Крик птицы», там, ну, другие, так сказать, песни разные. Он говорит, нет, «Свобода». Потом то же самое мне повторил в Москве, когда мы встретились, Ростропович. Он сказал, я вас знаю по одной песне, по песне «Свобода». Вот эта песня, наверное, сказать, для меня очень дорога, потому что она, в ней есть то событие, то, сказать, тот момент, благодаря которому мы сейчас сидим и спокойно говорим, не оглядываясь, сказать, не боясь, что нас подслушивает или нас иначе истолкует. Вот, наверное, свобода для меня самая дорогая. Юрий Евгеньевич, многие считают, что поэту, настоящему поэту, для того, чтобы хорошо писать, нужно быть голодным, во всяком случае, немножко голодным. Другие говорят, что все-таки лучше быть сытым, быть в тепле, ощущать себя в комфортных условиях, не чувствовать дискомфорта. Как все-таки вы считаете? Ну, я думаю, что правы и те, и другие. Лучше всего поэту иметь все, чтобы не зарабатывать деньги. Не отвлекаться. Не ходить, не клянчить, не заниматься черной, так сказать, работой. Не задумываться. Вот как Гарсио Лорко мог спокойно писать стихи, потому что богатые были родители. Или как Толстой мог писать «Войну и мир», не думая о том, что едят его дети. Потому что, так сказать, этот вопрос был решен. А проблема быть голодным или сытым, это проблема самому человеку. Ну, я, например, имею возможность нормально питаться, я все равно, сказать, сижу на определенной диете. И перед тем, как сесть писать, я никогда, так сказать, не наемся до отвала. Я вообще стараюсь есть в меру. Поэтому, сказать, блестящее на этот счет написал Хемингуэй в знаменитом своем или роман, это или повесть, праздник, который всегда с тобой. Он описывает тот период, когда он был первый раз женат, и нужно было зарабатывать. Его печатали почему-то немецкие издания, больше, чем, скажем, французские, английские. Он только начинал. И они с женой, получив гонорар, сразу откладывали какую-то сумму для того, чтобы играть тотализатор. То ли на ипподромах, то ли на шоссейных гонках. И когда они проигрывали, нечего, только оставалось деньги на кофе, они шли на выставки импрессионистов. Ему запомнилась на всю жизнь вот эта цветастость, яркость, влажность этих красок. Он полюбил их. Потом он описывает, что через много лет уже, став очень знаменитым, богатым и прочее, он вернулся в Париж и пошел посмотреть свои любимые картины. Ему показалось, что они потускнели. И он подумал, что это они выгорели от времени и дал себе ответ, нет, потому что эти картины рисовали голодные художники и я, то есть Хемингуэй и Эрнест воспринимал их таким же голодным, как и эти сами художники. Вот ответ на вопрос, нужно быть время от времени голодным, но лучше сказать в то же время быть голодным не от того, что у тебя нечего есть. Вы человек яркий, как и у каждого яркого человека, у вас наверняка в жизни было много зависти со стороны коллег, окружающих. В чем это выражалось? Ну, это выражалось по-разному, но, во-первых, огромное количество в то время, как только становились популярными мои песни, министерство культуры, всякие, так сказать, спилки, устраивали семинары, обязательно они начинались с того, что вот есть такой человек, который пишет такие безобразные песни, и все ярлыки, которые могли повесить вообще, на многих людей, вешались на меня одного, и халтурщик, и зарабетчанин, и, так сказать, поплюжить украинскую мову, и, сказать, в общем, причем это все касалось дыки гусей, глаза на песке, черивные скрипки, все песни, это все шло. То есть, успех всегда был наказуем. Были свадебные генералы, так сказать, которые, так сказать, могли бездарные произведения выпускать, но они были поддержаны сверху, так сказать, и они, так сказать, понимали, что, так сказать, мы у них крадем зрителя, и они мстили, мстили, не только мне, всем талантливым молодым мстили, и Володе, и Васюку мстили, и, даже трудно назвать это, я не единственный, я не белая ворона в этом отношении, и все делалось для того, чтобы человека уничтожить. Ну, запрещалось на радио, например, выходила статья, после того, как становилась популярная песня Трепорады, край дороги нарубай тополю, может, та тополе твоя доля. Тут же появлялось, причем, это все специально моими коллегами, песенниками, как называется, часто устраивалась эта компания, статью, помню, на память, говорилось, как это он посмел написать, край дороги нарубай тополе, когда весь мир знает, что, так как любят и хранят природу на Украине, так сказать, кому это адресовано и почему не рубай тополе, коли існують інші засоби знищення ДРФ. Вот, и песня тут же, так сказать, а реакція моментально наступала на радио и на телевидение, это считалось, что это как запрет. Все, песня. Достаточно было Нину Матвиенко обвинить в национализме, как исчезала с эфира песня Деки Гусы. То есть, в принципе, для того, чтобы остаться самим собой и не бросить свое дело, нужно было иметь силу воли. И кроме этого, понять то, что мне сказал мой друг Володя Симоненко, с которым я учился на одном курсе, очень известный историк джаза, он сказал, Юра, ты должен сразу понять, что количество твоих врагов это степень твоего успеха. Вот, когда они начнут тебя хвалить, когда они начнут сказать, казаться, что это доброе, ты должен задуматься и понять, что ты что-то делаешь не так. Поэтому я очень рано сформулировал для себя, что я это делаю для огромного количества людей. Если я попадаю в точку, я собой отменяю сотни людей, которые в то же время, когда я писал, тоже писали, они не попали в цель, они естественно будут мне стараться, они никогда не скажут, что нужно задуматься, почему у него успех, надо чему-то у него научиться, да? Они никогда не признаются в собственной бездарности или недоталантливости. Они обязательно будут искать виноватым кого-то. Это психология, не только наших людей. Поэтому я воспринимал, воспринимал своих врагов как противоположность своим друзьям. Я их очень люблю. Без них я не был бы сильным. Ну, взаимоотношения художника и власти, вот как у вас складывались на разных этапах отношения с властью? Я знаю, что сейчас, допустим, тот же президент Беларуси, Лукашенко, говорит, что учился на ваших стихах. То есть мы даже в шутку написали в бульваре, что вы являетесь учителем нынешнего белорусского президента. Леонид Данилович Кучма, я знаю, недавно ваш адрес произнес тост. Как складывались все-таки ваши отношения с властью на разных этапах вашего творчества? Я думаю, что на первом этапе я вообще исповедовал ту формулу, которую сказал Гелеровский. Он сказал про тогдашнюю Россию еще до 17-го года, но она очень долго, так сказать, остается актуальной. В России две напасти. Внизу власть тьмы, а наверху тьма власти. Так вот, в тот период, когда был Сталин, а я был ребенком, потом, слава Богу, он вовремя умер, потом был Хрущев, Брежнев, я, мягко говоря, не любил эту власть. Я очень рано понял, что это большая тюрьма. Наша страна это тюрьма народа. Я очень рано стал, так сказать, диссидентски мыслить. Может, потому что рядом со мной был Лей Станюк, Иван Дзюба, потом в Москве многие правозащитники, Саша Гинсбургский, и другие. И власть знала, что я неблагонадежный, потому что уже 18 лет я, или в 19, я написал стихи, за которые опять-таки мог пострадать. Моя биография могла совершенно иначе сложиться. Я после того, как поехал на Целину, вернулся, видя там огромные урожаи, потрясающие, поля золотые, вернулся в Киев, а в Киеве ели гороховый хлеб. По-моему, это был 64-й год, да? Да. И я тогда написал очень веселую «Песня с комаруха о царе горохе». Это не песня была, но она называлась песня с комаруха о царе горохе. Подразумеваю, по царям горохов естественно Хрущева. Он был при власти. «Жил да был, ох, царь горох! Он заставил, эх, есть горох всех! Еле-еле говорили, ох, чтоб он сдох, царь горох! До гороха был царь, царь косарь! Он косил, что было сил, ох, и многих он скосил, царь косарь! Но чуть свет, чуть заря, вдруг не стало косаря, в Нижнем околи, в Москве акали, ох и плакали, горько плакали. Но пришел царь горох, ох, он сказал, царь косарь плох. Опирался он на плаху, косаря пошлем, калаху. И не стало больше плах, ох, ах, не получили палачи, золотые калачи. Ну и так далее. По тем временам, это, сказать, получалось так, что половина людей были сталинистами. Царь косарь это Сталин. уже скрытыми причем. Даже после 20-го съезда, после разоблачения культа личности, все равно культ Сталина еще у многих сохранялся. Кроме этого, открыто осмеять первого человека государства, кто такой? Конечно, на меня была уже наложена лапа, так сказать, со мной были разговоры, вот, и, естественно, уже, так сказать, маячила его исключение из комсомола, из университета и прочее, прочее. И вдруг, так сказать, Господь мне помог, и буквально через месяц произошел переворот, Хрущева сняли, пришел Брежнев. И получилось так, что как будто я... А продолжения про Брежнева у вас не было еще? А нет, а я про Брежнева уже, про этого маразматика я ничего не писал, ни за, ни против. Вот. И получилось так, что, так сказать, ну как, под что подшить? То есть, я получилось, как бы сработал на тех, которые сняли Хрущева. И это так, но уже шли в неблагонадежности, что он может такое вытворить, он может такое написать, он за мной шел. И, конечно, очень часто, когда меня не печатали, когда я приносил скитеринь, я знал, что их рассматривают и вот так, и вот так, и вот так. В 80-е годы вы написали стихотворение о Париже, там были, по-моему, строки, что нужно учиться у птиц, что не знают ни виз, ни границ. Вас долго не выпускали за границу? Да. Я благодарен Горбачеву за то, что сказать, не только мне, но огромному количеству людей он открыл возможность свободного общения со всем миром. Потому что в те годы, когда, например, я писал «Белую ворону», пьесу о Жане Дарк, мне нужно было поехать во Францию, мне нужно было увидеть Руан, увидеть Орлеан, так сказать, но меня не выпускали. Понимаете? И я, по сути дела, начал ездить именно в 86-м году. Но, слава Богу, побывал и во Франции, и в Швейцарии, и Австрии, и Польши, и Чехословакии, и Италии. Слава Богу, я что-то наверстал, но жалко, я чему-то мог, так сказать, еще научиться тогда. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что с поэтом Юрием Рыбчинским мы очень уютно сидим и разговариваем в прекрасном ресторане «Золотая рыбка» на улице Арсенальной. Юрий Евгеньевич, скажите, пожалуйста, если бы вам довелось вытянуть золотую рыбку из воды, какие бы вы загадали желания? Да я бы никаких желаний не загадывал. Я не загадываю желания, так сказать, ни на падающих звездах, ни на золотых рыбках. Я бы ее выпустил бы, так сказать, во-первых, потому что я считаю, что желания должны исполняться не от золотых рыбок, так сказать. Никто не должен, так сказать, за тебя что-то делать, исполнять. Если тебе что-то упало с неба, и ты этого сам не добился, своим трудом, талантом, оно ничего не стоит. Самое интересное, женщина рождает ребенка в муках, в страшных иногда муках, и поэтому она для нее, она бережет этого ребенка. А если бы это сказать, была золотая рыбка, женщина сказала, хочу мальчика, раз появился мальчик. Я думаю, что мать не любила бы так своего ребенка, если бы золотая рыбка за нее рождала. Я всего хочу добиваться сам. Мне не нужна золотая рыбка. Ресторан нужен, а... Ваш друг и соавтор, белорусский композитор Эдуард Ханук, в последние годы известен своей теорией волны, которую он разработал и творчески обосновал. Так вот, согласно этой теории, у вас должно быть максимум два взлета в вашей творческой карьере, но мы наблюдаем завидную стабильность. Вы, как писали шлягеры, прекрасные песни в 70-х годах, так продолжаете с завидным постоянством выдавать их на гора и сейчас. Прекрасные песни исполняет тот же Павел Зебров ваш и много других и украинских, и российских певцов. И грузины даже. И грузины даже, да. Вы опровергли теорию Эдуарда Ханка или все-таки вы считаете, что он в чем-то прав? Понимаете, дело в том, что любая теория, то ли это теория Маркса, то ли это теория Фрейда, она все равно как некое клише, а жизнь намного разнообразнее, она не подходит. Теория хороша с точки зрения того, чтобы, сказать, какие-то установить общие закономерности. Но всегда есть исключения из правил. То есть, например, в писательском деле есть люди, которые первое произведение настолько мощное выдают, что потом все, что они не пишут, это уже ниже, и они, собственно, могли дальше бы и не писать. Ну, например, Шолохов, да? Я думаю, что достаточно было бы написать Тихий Дон, и можно было бы уже поднятую церену, и остальное не писать, потому что это все намного хуже. Вот. Есть, но это же не правило для всех, в юном возрасте написать Тихий Дон. А есть писатели, которые, тот же Пушкин, например, он начинал как заурядный поэт в лицее, в лицее он не был номер один, Яковлев был номер один, там второй был Дельвих, он один из многих, кто писал стихи, но с каждым годом Александр Сергеевич добавлял, 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 и стал просто, он стал гениальным в таком-то возрасте. Пастернак рос всю жизнь, и последние стихи, которые он написал, при том, что он блестяще и начинал, они не утратили новизны, которая была в его первых стихах, но добавилась такая философия, вот стихи из романа, если взять, из доктора Живага, то есть в 70 лет он писал стихи, и мне кажется, даже лучше, чем когда ему было 20 лет. То есть вы к 70 напишите еще лучше? Ну не знаю, я не знаю, что со мной будет, и в этом прелесть жизни, поэтому не нужно ходить там к гадалкам, так сказать, читать гороскопы или прочее, прочее, это вообще кощунственно, потому что если есть книга судьб, и моя судьба уже написана, и меня кто-то ведет, то зачем мне это знать? Зачем, так сказать, заглядывать в конец книги, когда интереснее гораздо читать, не зная, что будет дальше, не зная, с чем она закончится. Ну давайте попробуем заглянуть в вашу творческую лабораторию. Как вы все-таки пишете стихи? Это вдохновение вдруг приходит? Или вы знаете точно, что в 8 часов вечера вам нужно сесть за стол и написать несколько листиков стихов? Как это происходит? Опять-таки, тут правила нет. Иногда, иногда нужно себя заставить и писать, потому что это для чего-то надо, потому что мы живем в реальном мире. Но, ну скажем, та же песня столько лет популярной как «Виват Король», она была написана, потому что она была заказана. Это действительно датская песня. Она была заказана к определенной дате. Если бы не было этого мероприятия прекрасного, так сказать, этих замечательных проводов из спорта Олега Блохина и не была заказана эта песня, то мне бы в голову может быть даже не пришло написать песню «Виват Король». Вот я сел и заставлял себя так сказать что-то придумать, чтобы было интересно, и чтобы заставить его заплакать. Да, так сказать. Я написал, это было к дате, скажем. А бывает, что очень часто когда ты просыпаешься, например, и у тебя какая-то строчка. Вот в Минской осенице я просыпаюсь несколько лет тому назад, и у меня в голове вертится только одна строчка, а конвоир мне сказал «Беги». Я думаю, какой конвоир? Мне ничего не снилось. В тюрьме я не сидел. Какой конвоир? Почему это все вертится в голове? Я беру лист бумаги и клянусь всем святым, что у меня есть. От первой строчки до последней, изменив только потом одно слово, я написал «Ах ты, жизнь моя зима колыма, светит солнышко и сводит с ума. Я пожить еще, увы, не успел, а меня уже ведут на расстрел. Конвоиру, как и мне 20 лет, он ведет меня, ведет на тот свет, вспоминая жизнь шальную свою. Мне бы плакать, а я звонко пою». И потом Демарин сделал из этого песню. Но я от начала до конца, сказать, оно было, я потом, сказать, прочитал и думаю, а где же оно было во мне? Я на эту тему не думал даже. То есть это как бы некая диктовка, как будто тебя избрали для того, чтобы через тебя это секретарение появилось. Как будто оно было и до меня, но мне только нужно было записать это все. Точно так же я утром проснулся где-то месяц, полтора тому назад, совершенно не думая на эту тему, сказать, никаких мыслей не было. Не читал я в это время никаких исторических произведений. Просто я много лет тому назад написал песню о Граде Господнем, о Иерусалиме. Партнянская спела, первая была исполнительница на ступень к Парнасу и выиграла с этой песни у Патриции Касс. Потом Наташа Могилевская через много лет первую премию с этой песней на Славянском базаре. Вот единственное, что было у меня в жизни соприкосновение с Иерусалимом, с землей обетованной. И вдруг я утром просыпаюсь и опять-таки беру лист бумаги и от первой до посредней строчки пишу стихи о еврейском народе. Стихи, которые нету ни у одного чистокровного знаменитого еврея-поэта. Ни у Пастернака, ни у Мандельштама, ни у кого-то. Я могу честно сказать. О народ древний, Богом ты избран, чтобы пить слезы. Так сними обувь и станцуй танец на шипах розы. Жизнь твоя притча, сыновья мудры, жены все прелесть. На шипах розы, на шипах гетто ты станцуй, фрейликс. О народ древний, смех твоей грусти, как пожар моря. Так сними скрипку и сыграй радость на струне горя. Повенчай в песню стрекозу с тигром, орла с рыбкой. Пусть снега плачут и дожди пляшут под твою скрипку. О народ древний, как раввин Торру ты листал страны. Так сними небо, посчитай звезды, как свои раны. Ты палим солнцем, ты гоним ветром, ты мечом мечен, но враги смертны, палачи тленны, а народ вечен. Я полностью, так сказать, уверен в том, что, так сказать, это было надиктовано. Скажите, а к вам вдохновение чаще приходило раньше, в молодости, в юности, или все-таки чаще приходит сейчас? Ну, мне трудно, так сказать, вдохновение. Для человека, который пишет, в принципе, вдохновение, это как аппетит, который приходит во время еды. Я не вызываю его. Многие думают, что вдохновение, вот ты влюбился, да, и ты находишься в каком-то таком эйфорическом состоянии, и поэтому ты берешь лист бумаги, да ничего подобного. Это у каждого по-своему. Я знаю, что если я влюбился, то мне не надо писать стихи, мне надо видеть мою возлюбленную, мне нужно, сказать, говорить ей хорошие слова, рассказывать о том, как я люблю, сказать, мне не надо, то есть, творчество есть сублимация энергии. Вот когда у меня нет любви, или когда что-то прошло, так сказать, и это тебя мучает, вот тогда, так сказать, это вливается в стихи. А и вдохновение, вдохновение, это состояние, когда ты начинаешь работать, работать, и тебе нравится работать, нравится мучиться, искать одно слово, искать одну фразу, вычеркивать, то есть, вдохновение, это приятное мучение. Вот это сродни только, наверное, второму периоду, скажем, беременности женщины, когда она слышит, вот, забилось, забилось, оно живое. Интересно, мальчик или девочка? Ведь пишешь, не знаешь, что получится. Интересно, какой характер будет чувствовать в себе этого ребенка, это точно, вот это и есть вдохновение. И потом в муках это родить и стать пустым. Вам в кайф ловить это вдохновение? Нет, самое главное удовольствие, которое я испытал в жизни, это, конечно, больше, чем удовольствие, скажем, от любви к женщинам, от спиртного, от туристических поездок, это работа, собственная работа, вот работа по созданию там. Я настолько, например, когда писал пьесу Жанна Дарк, мне настолько не хотелось расставаться, что я писал 26 вариантов. Потому что мне так нравилась эта работа, это мучение, по ночам сидеть, утром отключать телефон, чтобы выспаться, снова проснуться, что-то в себя забросить и снова погрузиться в ту эпоху, так сказать, это колоссально, кто этого не испытывал в удовольствие, не понимает, что это сильнее, чем наркотик. Говорят, что американские ученые подсчитали, что 95% населения планеты занимается нелюбимым делом. То есть вы входите в 5% все-таки счастливчиков. Да. Нужны какие-то допинги для того, чтобы все-таки поймать вдохновение больше, чем оно приходит само собой? Понимаете, иногда приходилось работать над большими формами. И нужно было к сроку закончить работу. Работаю я в основном по ночам. естественно, наступает истощение организма. Я думаю, что нормально было то, что, конечно, нужно было какие-то спиртные напитки, кофе с коньяком, чтобы не заснуть просто, и чтобы как-то себя, как говорится, вздрючивать, чтобы находиться в каком-то таком стремном состоянии. Конечно, кроме того, такими наркотиками для творчества являются, кроме спиртных напитков, кофе, являются, скажем, картины, живопись, например, для меня, или любимые произведения. Вот, например, для того, чтобы войти в свое время в состояние творческое, мне достаточно было прочитать две-три страницы Паустовского из «Золотой розы». И мне уже самому хотелось творить. То есть есть, мы знаем там, скажем, о Флаберу нужно было услышать запах гнилых яблок для того, чтобы попасть в это состояние. Ну, например, я возбуждаюсь, когда слышу запах свежего гудрона. Это с детства. Теперь это называется токсикомания, да? Вот, а тогда я мальчишкой, когда привозили, вот клали дорогу, насыпали огромное количество асфальта свежего, это гудрон называется, да, по-моему, и я стоял, и этот «За», и мне нельзя было оторвать. Вот я и сейчас, когда есть, сейчас все реже и реже, так сказать, можно услышать этот запах, он меня возбуждает, и мне хочется что-то написать. Я вам задам коварный вопрос под текстом. В этом году на праздновании, на празднике еженедельника «Бульвар» в рамках Славянского базара Иосиф Кобзон пел вашу песню «Еще, еще, еще». Он ее посвятил вам, там есть ваши же слова. Это я его посвятил. Да, он ее посвятил в данном случае вам, ваши же слова, они звучат так. «Еще звучит мазурка, и танец как награда, еще не только шпагу ты прячешь под плащом». Вы способны еще на новую любовь, способны еще влюбиться? Думаю, что да. Вообще, сказать, думаю, что поэт и кончается тогда, когда у него пропадает способность влюбиться. Это, в принципе, для нормального поэта, если он, так сказать, не Артюр Рэмбой, не Верлен, хотя у них свой вид там любви был, это нормальное состояние, когда ты даже можешь не знать объекта, но ты должен быть постоянно влюблен в некую девушку, в женщину, потому что тебе же все время нужно творить новое, и новое, и новое, так сказать. А для того, чтобы, так сказать, это было новое, нужны новые впечатления. И, естественно, самое яркое впечатление для нормального мужчины, а я нормальный мужчина, это, конечно, яркие, необычные, красивые, или даже некрасивые с точки зрения общей молвы, но совершенно оригинальные по внешности, как мир и матье женщины. Конечно, это интересно. Интересно себя всю жизнь проверять, нравишься ли ты им, тот ли ты мужчина, каким себя воображаешь. Только женщина, так сказать, определяет, какого ты роста, насколько ты интересен и сколько ты стоишь. Мы говорили о женщинах. Один известный киноактер сказал мне, что по-настоящему творческий человек должен в своей сексуальной жизни перепробовать все. Как вы относитесь к этому высказыванию? Я думаю, что, сказать, нормальный человек должен знать точно, как сотворил его Господь. Вседозволенность в любом, так сказать, виде, или творчества, или жизни, так сказать, она рано или поздно приводит к распаду человека. Если человек, так сказать, хочет испытать все, значит, он должен пройти через алкоголизм, через наркотики, через педерастию, он должен пройти тогда и через убийство. А что же чувствует убийца, так сказать, это же тоже эмоции, да? Есть люди, которые от этого получают удовольствие. Понимаете, я думаю, что есть те запреты, которые выражены в заповеди Господних. И человек, в принципе, должен точно знать свою модель и не переступать. А иначе он сам себя уничтожит. Поэтому такое количество среди жителей планеты самоубийц. Многие, так сказать, переступив эту черту, уже не могут вернуться в ту норму, которая является, собственно, человек. Но об этом прекрасно, сказать, империя чувств в фильме есть. Помните, чем он заканчивается? Какой кровью, каким-то, когда постепенно человек, так сказать, живет только сексуальной жизнью, так сказать, и спробовая сказать все, что может быть, он постепенно разрушает себя и кончает самым ужасным. Поэтому я думаю, что нужно очень точно для себя сформулировать, а что такое мужчина, что такое женщина, для чего тебя создал Господь. Наша беседа подходит к концу, и чтобы не заканчивать ее на столь грустной, мрачной ноте. Почему? Это не мрачный. Я бы хотел сказать, что вы всегда душа любой компании, желанный гость в любом доме. Я это очень хорошо знаю, и особенно вам удаются анекдоты. Я бы хотел, чтобы напоследок вы рассказали какой-нибудь интересный, хороший, веселый анекдот. Ну, я, поскольку ты главный редактор, ты знаешь, что я анекдотов знаю много, но предпочитаю рассказывать историю, которая является, когда ничего придумывать не надо, когда это было в жизни. Я даже не знаю, это врасплох меня застал, какую байку в очередной раз рассказать. Но во всяком случае могу рассказать, сказать, не смешную, но очень жизненную байку о том, что так в жизни бывало, что много раз вот я рассказывал, как было с царем Горохом, какое-то провидение меня хранило. Так же было, например, в 86-м году, когда Господь меня хранил, мне была предложена путевка мне и сыну на корабль, который потонул на Нахиму. Я отказался. И вот недавно я был на серебряной свадьбе Кобзона, Женя Щербань предлагал мне лететь с ним в одном самолете. Сказать, Господь опять хранил меня. Я тоже отказался и ехал поездом. И я надеюсь, что в дальнейшем, в дальнейшем какая-то интуиция, какое-то провидение все-таки будет меня хранить. Мы благодарим вас за прекрасную беседу. Благодарим замечательный ресторан «Золотая рыбка», который предоставил это уютное помещение. Я напоследок прочитаю стихотворение. С удовольствием, да. Есть стихотворение, в котором когда-то я попытался выразить формулу, сказать, то, что называется кредо, или, так сказать, основной, так сказать, девиз своей жизни. Это называется монолог ручья. Ручей рождается из льда. Хранил всю зиму лед, загадку бытия, и знал, зачем умрет, чтобы родился я. Я тоже в свой черед, рожденный на ветру, все знаю наперед, когда и где умру, но мне себя не жаль. Я мартовский ручей, что всем принадлежал и был всегда ничей. Все пили из ручья змея и волчья стая. Вода была ничья и потому живая. Редактор субтитров А.Семкин